МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Диана Васина. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В дружбе народов сила страны. Представители различных диаспор стали участниками Новгородского фестиваля национальных культур. Сбор средств идет активнее, чем в прошлом году. Сумма пожертвований фонд областного благотворительного марафона уже превысила 11 миллионов рублей. Новый вольер на Соколином дворе. Новгородский музей-заповедник пригласил всех желающих на новогоднюю программу с пернатами. В правительстве области состоялось итоговое заседание Совета по гармонизации межнациональных отношений. Участниками встречи стали представители органов исполнительной власти и национально-культурных общественных объединений. Члены Совета обсудили реализацию государственной национальной политики в регионе. В частности, речь шла о предоставлении грантов национальным объединениям на поддержку их инициатив и проектов по созданию межнационального согласия. Первое место занял проект «Мир один на всех» фонда еврейской общины Великого Новгорода. Проектом предусмотрено проведение занятий по ипотерапии и адаптивной верховной езде для детей и подростков различных национальностей с инвалидностью, проживающих в Великом Новгороде и Новгородской области. Второе место досталось проекту «Одна страна, одна судьба» Чечена-Ингушского центра возрождения. Он предусматривает проведение тематических встреч со школьниками, межнациональных турниров по футболу за Кубок Дружбы Народов. Третье место получил проект «Женский взгляд» на решение проблемы укрепления гражданского единства. Он предполагает создание Женского совета национальных диаспор и этнических групп, проживающих на территории области. Добавим, что главным результатом работы Совета по гармонизации межнациональных отношений является поддержание устойчивой ситуации в этой сфере и отсутствие межэтнических конфликтов. В Дружбе Народов – сила страны. Под таким девизом прошел в Великом Новгороде фестиваль национальных культур. С концертными номерами выступили представители различных диаспор, а также иностранные студенты НовГУ. «Мир без войны» Так называется композиция, с которой начался фестиваль национальных культур. Участие в нем приняли представители более десяти диаспор – армянской, узбекской, чеченской, вьетнамской и многих других. Роже Асават и Хази Арар четыре года назад приехали в Великий Новгород из Сирии учиться на врачей. С их слов, за все время пребывания в России они ни разу не чувствовали себя притесненными. «Все, кто знаем, там русские, с которыми мы общаемся, они все к нам относятся отлично даже. Никто не обижает, никакие слова непонятны, там все по-нашему». Для зрителей парни играли на своих национальных музыкальных инструментах – арабском барабане и уде. Фестиваль проходил в рамках проекта «Женский взгляд на решение межнациональных отношений». Его главная задача – познакомить зрителей. Это были в основном воспитанники центра «Родничок» с обилием национальных культур. Изюминкой стало выступление вьетнамской диаспоры, в составе которой сегодня насчитывается около 200 человек. «Ни до этого не рискнули выступать. Они получили разрешение о компарте Вьетнама, везли костюмы из Вьетнама, делали вот такие красивые веера, заканчиваются вот таким военным маршем. Нам этот марш напомнит, наверное, Советский Союз с красным знаменем, с маршировкой. Вот, наверное, мы вернемся в какие-то, не знаю, какие 50-е годы». Ольга Андреева признается, лично для нее открытием фестиваля стала женская лизгинка. На протяжении всего танца девушки буквально парили по сцене, перемещаясь исключительно на носочках. В дружбе народов – сила России. Таков был девиз фестиваля. Каждое его выступление индивидуально и интересно. Армяне-чеченцы пели, африканец вместе с этим еще и танцевал. Концерт стал настоящим праздником, причем как для зрителей, так и для самих участников. Кристина Васальцева, Олег Круглов. Новости. Новгородское областное телевидение. Проблемы, возникающие у предпринимателей при подключении к различным коммуникациям, а также поставка энергоресурсов. Эти темы обсуждали сегодня на заседании областного совета по развитию малого и среднего бизнеса. Как подключиться к коммуникациям и сколько это будет стоить? Подобные вопросы у предпринимателей возникают нередко. Поэтому тема важна и актуальна, отмечают в региональном департаменте экономического развития. Кроме того, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями – один из пунктов национального рейтинга инвестиционной привлекательности региона. Если смотреть по опросам предпринимателей в национальном рейтинге, то подключение – это одна из проблем, которые они обозначали. Поэтому мы в течение года этому вопросу уделяли такое пристальное внимание, постоянно собирались с предпринимателями, с представителями инфраструктурных организаций. У нас даже в августе прошла энергетическая ярмарка, которую проводили организации, которые к электричеству занимаются подключением. Ну и в завершении года мы решили тоже провести такое мероприятие, такую встречу. Тем более, что у нас есть поручение губернатора до конца года провести встречу. Газовики, энергетики, а также представители Новгородского водоканала. Каждый из них подробно рассказывает о способах подключения и отвечает на многочисленные вопросы предпринимателей. В каких ситуациях можно провести коммуникацию бесплатно, когда необходимо менять приборы учёта. Осуществлялась газификация, осуществлённый фонд Моисеевича. Получается, газопровод прошёл в одну только сторону, а в другую сторону он почему-то не пошёл. Я как представители собственников, одних из собственников, хотел бы задать вопрос, почему так разделили деревню-то? Первый этап – это действительно от деревни Воробейка до деревни Георгий. Это протяжённые 6,5 километров. И второй этап – от деревни Георгий до поселения Старая Ракома. Данные работы сейчас уже ведутся по проектированию этого газопровода. Когда он будет строить, строится, я не знаю, это дело муниципалитета. Когда у них будут деньги. Несмотря на то, что с появлением МФЦ для бизнеса оформлять документы стало гораздо проще, подобные встречи очень полезны, отмечают предприниматели. Ведь можно задать вопрос напрямую ресурсникам, а не ходить по инстанциям. Отметим, что правительством региона в поддержке предпринимателей уделяется особое внимание. По инициативе губернатора Сергея Митина создана специальная горячая линия. Да и в целом вопрос о улучшении инвестиционного климата находится под личным контролем главы региона. Ведь это залог успешного развития экономики области. Вероника Корпесонова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Благотворительные взносы фонда областного марафона «Рождественский подарок» в денежном выражении уже составили более 11 миллионов рублей. Это заметно превышает прошлогодние показатели начала акции. Пожертвования поступают от организации, граждан, идут звонки на интерактивные номера телефонов, которые транслирует наш телеканал. В эфир выходят дневники марафона. Корреспонденты областного телевидения продолжают рассказывать о семьях с детьми, которым требуется помощь. Дом, в котором Людмила Ковалева живет со своими сыновьями Колей и Кириллом, стоит на тихой окраине Старой Руссы, недалеко от реки Полисть. В таком месте беззаботно бы растить и воспитывать детей. Но у Людмилы Павловны существует множество забот, которые не позволяют ей отдавать все свое время детям. Этот дом для нее очень. Здесь она жила еще сама, будучи ребенком. Была жива мама, родители, муж был. Мама три года назад умерла. Муж год назад умер. И я осталась одна. Ни помощи никакой нет. Ну, своими силами, конечно, я делаю потихоньку. Сколько сделано. Ну, мама тоже у меня была такой человек, что вот я умру, делайте, что хотите. Вообще не давала ничего. А здоровье-то тоже идет. Надо же делать все-таки. Дети тоже маленькие. За те 40 лет, что стоит дом, он ни разу не подвергался капитальному ремонту. Своими силами, постепенно, Людмила Павловна что-то чинила, что-то меняла. В общем, приводила дома в порядок. Я сама все умею. Я сама все умею. Я все сама делаю. Полы я все сама стелила. Все делаю. Ну, муж сначала помогал. А также я все. Вот эти панели в кухне я сама делала. Только вот сантехнику привели, вот начали. Ну, туалет-то надо и теплый, надо понемножку делать. Оба сына Людмилы Павловны инвалиды. Десятилетний Коля по зрению, трехлетний Кирилл, не ходит. На момент съемок младший находился в больнице на лечении. Старший сейчас третиклассник одной из старорусских школ. Несмотря на проблемы со зрением, мальчик хорошо учится в школе, занимается спортом и танцами. В следующем году Кирилл хочет поступить в кадетский класс. Недавно их мама и сама заболела. Перенесла тяжелую операцию. И сейчас занимается оформлением инвалидности. К сожалению, одного желания создать уютные условия для своих детей недостаточно. Необходимы средства. На какие-то этапы ремонта хватает, на какие-то нет. Например, срочного ремонта требует текущая крыша. А также существует острая нужда в душевой кабине. Мне вот ничего не надо. Я сама все своими силами сделаю. Мне надо вот крышу покрыть, потому что она очень дорогая. Мне не что-то... Вот течет, вон, все вон течет. Я даже не стала делать потолок. Прямо вот струей. Вот. И вот кабину душевую поставить, чтобы действительно детей... Ну как, поставить туда, чтобы помыть, чтобы тепло было им. Вот. А больше ничего не надо. Я все сама сделаю. Ну ничего, справляемся. Что ж, как Надя говорит, нос кверху, и все хорошо будет. Все будет хорошо. Только надо верить. Благотворительный марафон «Рождественский подарок» – это сказочный шанс для семьи Ковалевых обрести прочный, надежный дом, где они и дальше будут противостоять всем жизненным невзгодам. В Новгородском детском центре «Подросток» сегодня прошел новогодний праздник с чаепитием, а сладким подарком к нему стал торт, который ребятам направил глава региона. Скоро будет Новый год. Нам подарят классный торт. Сладкие подарки от губернатора Сергея Митина детским социальным учреждениям в преддверии Нового года – это уже традиция. Для воспитанников центра «Подросток» торт стал настоящим сюрпризом. Мне очень бы хотелось, чтобы этот сладкий подарок напомнил вам еще раз о том, что вы хорошо вели в течение всего года, хорошо учились, многого добились. В социально-реабилитационном центре «Подросток» сейчас проживает более 70 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для них подобные презенты от губернатора – это отличное начало исполнения новогодних желаний. Добавим, что аналогичные сладкие подарки детям, так нуждающимся в чудесах, также были переданы Сергеем Митином и Еленой Писаревой в день открытия рождественского марафона. А депутаты Думы и Великого Новгорода поздравили с Новым годом детей, семьями которых находятся на попечении городского центра социальной помощи. В центре социальной помощи семье и детям это уже шестая по счету новогодняя елка. Праздники проходят в рамках рождественского марафона. Их участники – дети из малообеспеченных и неполных семей. Ребят поздравляют и дарят подарки представители учебных заведений, предприятия и депутаты. Вот эта замечательная елка говорит о том, что скоро Новый год. А в Новый год что нужно дарить? Подарки. И вот мы пришли к вам с подарками, чтобы вы Новый год встретили радостно, красиво и счастливо. Мы делаем все, чтобы всем детям было хорошо и радостно. Городские парламентарии уже не первый раз участвуют в таких елках, приобретая на внебюджетные средства сладкие подарки. Также для ребят была подготовлена развлекательная программа с участием героев детских сказок. Новгородский музей-заповедник пригласил сегодня журналистов на открытие нового вольера на Соколином дворе. Юлия Бабич стала свидетельницей переселения нового питомца – беркута. И узнала о том, что организаторы приготовили для посетителей к новогодним праздникам. Четырехкилограммового беркута по кличке Бучик бережно несут к новому дому. Теперь орел будет жить в центре Соколиного двора в Большом вольере. Для таких птиц простор очень важен, он исключает травмы. Не так давно раненого пернатого нашли в Солецких лесах. Очередная охота выдалась для него неудачной. Пытался поймать лесу, леса для взрослого самца беркута. Это немножко кровь, боль, слишком кровь, скажем так. Поэтому он немножко взял не по месту, и она лапой сломала ему крыло. К сожалению, восстановить крыло не удалось. Тише, 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 ребенок, тише. Тише. Вот как раз таки это крыло он расправил, собственно. Сейчас. Вот ломанное крыло. Внимательно посмотрел. Она срослась, но у птиц, к сожалению, нормальные крылья все равно не срестаются. Полноценно летать и охотиться этот беркут, увы, больше никогда не сможет. Поэтому в естественной среде не выживет. Зато к людям кажется вполне дружелюбен. По соседству с Орлом поселился своенравный ворон Рута. К слову, в новогодние праздники на новгородском Соколином дворе будут проходить полетные программы с ее участием. Взрослый, под настроение говорящий ворон. Надеемся, что все-таки при людях разговорится более активно. Ну и в целом будет радовать людей таким интерактивным, скажем, элементом. Все-таки с вороном уже можно пообщаться. Плюс запланированные полетные программы точно так же, как они были на осенних каникулах. Полетные программы будут проходить с 3 по 8 января. Дважды в день в 12 и 14 часов. Кроме того, все желающие смогут познакомиться с традициями соколиной охоты, увидеть обучение ловчих птиц и, конечно, попытаться разговорить капризного ворона Руту. Откроем вам небольшой секрет. Как и все женщины, она очень любит комплименты. Юлия Бабич, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды на пятницу, 30 декабря. А я прощаюсь и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова